Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа. Мне предпочла кормить павлина в имении графа. Я начинаю нашу сегодняшнюю прогулку с площади Матеи. Многие туристы спрашивают, где в Риме находится площадь Бродского. Она находится именно здесь. Бродский восторженно писал о Риме и чувствовал себя здесь как дома. Он был в вечном городе где-то 16 раз. Девушку из стихотворения звали Микела, но Бродский ее ласково называл Микелина. Микелина работала в кино и когда уезжала, часто оставляла квартиру на площади Матеи Бродскому. Когда поэт написал стихотворение про эту маленькую площадь, ее часто стали называть площадью Бродского. А у фонтана есть своя интересная история или легенда, главным героем которой является герцог Матеи. Герцог Матеи был заядлым игроком. Он был заядлым игроком настолько, что проиграл свое состояние за одну ночь. Эта новость быстро дошла до отца будущей невесты и помолвка могла быть немедленно расторгнута. Но он не сдавался и, что было сил, боролся за любовь. Он говорил, я за одну ночь потерял все состояние и за одну ночь могу создать что-то прекрасное. Однажды он пригласил на ужин свою невесту и ее отца, сделал так, что ужин закончился поздно и предложил им остаться ночевать. На утро герцог подвел их к окну и показал чудесный фонтан-черепах, который появился перед его дворцом за ночь. Он гордо сказал, видите, на что такой безденежный, как я, способен за несколько часов. Многие говорили, что фонтан стоил столько же золота, сколько и весил. После этого отцу ничего не оставалось, и он возобновил помолвку. А окна в доме были замурованы. Видимо, как напоминание о памятном дне. Раковины фонтана сделаны из африканского мрамора. На них возвышаются четыре юноши, каждый из которых опирается ногой на дельфина. В первоначальном проекте вместо черепах должны были быть дельфины. Но они так и не были завершены. И уже в XVII веке, во время реставрации фонтана, Бернини поместил четырех бронзовых черепах. Черепах несколько раз крали, но всегда находили. Сейчас здесь находятся копии, а оригиналы, говорят, хранятся в капиталистских музеях. Вот только сколько раз я целенаправленно искала их в капиталистских музеях, так и не нашла. На площади Матеи находится палаццо Кастагутти, здание XVI века. Оно было построено для казначея папы Павла III. Когда папа умер, здание купила семья Кастагутти. Они были известными банкирами. В XX веке, во время, когда преследовали еврейский народ, наследник Кастагутти во внутреннем дворике давал убежище евреям. И однажды даже ему пришлось переодеться в форму немецкого офицера. Таким образом он не дал войти нацистам во внутренний дворик. Дорогие друзья, пока я гуляла по Риму с туристами и в свободное время монтировала этот фильм, вас на канале стало уже 30 тысяч подписчиков. Огромное спасибо каждому из вас за то, что присоединились к нашим прогулкам, за ваши комментарии, за добрые слова и доверие. Буду стараться и дальше радовать вас интересными видео о Вечном Городе. Обнимаю вас крепко-крепко! По городу и в районе гетто можно увидеть перед дверями эти маленькие пластины с надписью, выложенные между асфальтом или римской брусчаткой. Это камни преткновения. Их создал немецкий художник. Они напоминают о том, что в этих домах жили люди, которых нацисты увозили в концлагеря. Дату этого страшного события увековечили в названии улицы – 16 октября 1943 год. Именно в этот день были схвачены более тысячи евреев, а смогли вернуться домой только 16 человек. Их создал немецкий художник. Вы знаете статую Диаскуров на Капитолийском холме? Эти близнецы были рождены прекрасной Ледой от Зевса, принявшего облик лебедя. Забеременев, Леда снесла яйцо, из которого вылупились ее дети. А на голове близнецов вместо шапочек мы видим яичную скорлупу, из которой родились диаскуры. Диаскуры всегда изображают с лошадьми. Они были покровителями лошадей. Казалось бы, ну при чем тут гетто? Сейчас все расскажу. Диаскуры были обнаружены вот здесь, в еврейском гетто, рядом с дворцом Ченчи. Храм, посвященный диаскурам, был построен во II веке до н.э. Огромные статуи обнаружили, когда Ченчи решили расширить свой дворец в середине XVI века. На пьяце де Личинкуэсколы находится фонтан, который некоторое время стоял в начале улицы Портик-Октавии, на том месте, где сохранился рисунок. На фонтане стояла минора, а рядом с ним возвышался столб, у которого вершили суд над евреями, свершившими преступления. Фонтан был сделал по проекту Джакумо де Ла Порто. Эта площадь была сделана на месте стены, которая отделяла еврейское гетто от остального города. Название площадь получила Пьяце де Личинкуэсколы. В переводе с итальянского – Площадь Пяти Школ. Здесь находилось здание, в котором размещалось пять разных синагог. Сейчас этого здания нет. Римское гетто было основано в XVI веке папой Павлом IV Карафа. Папа Павел IV не ограничился закрытием в гетто только евреев Рима. Он заставил перебраться в еврейское гетто евреев, которые жили в городах папской области. И поэтому многие еврейские фамилии с названием мест, откуда они приехали. Тальякотцы, Перуджа, Терачина. Когда стену гетто сносили, фонтан отсюда перенесли, а потом его вернули на свое место уже в XX веке. Напротив площади Пяти Школ находится небольшая церковь. Это церковь Санта Мария дель Пьянто. До середины XVI века церковь называлась Сан Сальваторе де Кокаберис. Из-за мастерских, которые находились в этом районе. Они делали метные котлы и горшки. Старая церковь пришла в упадок, ее снесли. А на новом месте в начале XVII века построили новую церковь и назвали ее Санта Мария дель Пьянто. Назвали ее так из-за того, что изображение Мадонны плакало. А случилось это после жуткой ссоры двух человек, которые вроде бы хотели примириться, но в момент объятия один из них зарезал другого. Там, где произошло это преступление, на изображении Мадонны появились слезы. Так и назвали храм Плачущей Богородицы. Этот любопытный полукруглый портик, который можно увидеть слева от пьяца дель Джезу, где находится рисунок от фонтана, – маленький храм. Он был сделан для защиты изображения Святой Марии и использовался для публичного крещения новообращенных. Храм состоит из колонн, которые поддерживают небольшой купол. После войны здесь поселились два сапожника и сделали мастерскую. Снаружи храм обшили металлом, а внутри подняли каменные стены почти до потолка. Позже сапожников попросили оттуда уехать, и храм закрыли. Это место было совершенно заброшено. Этот маленький храм в 20 веке реставрировали три раза, и каждый раз он вновь превращался в запущенный и забытый храм. Когда уже в 2000-х годах решили вновь отреставрировать храм, то архитектору потребовалось четыре года, чтобы найти ключи. Храм был в плачевном состоянии. За год его восстановили. Сегодня мы можем любоваться колоннами, коваными железными воротами XVIII века и лепниной. Продолжение следует... Мне хотелось бы вернуться и показать вам еще одну церковь, которую мы часто пробегаем, когда торопимся перебежать дорогу на зеленый свет. Это церковь Сан-Григорио-дер-Ладивина-Пьета. Она находится напротив острова Тиберина прямо у дороги и в конце улицы портика Октавии. Церковь была построена на доме, в котором родился святой Григорий Великий. Он был одним из самых важных по примского периода церкви. Это было между 590 и 604 годами. Надпись над портиком написана на латыни и на иврите. Это фраза из библейской книги пророка Исаия. Здесь написано «Каждый день простираю я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, следуя своим собственным мыслям, к народу, который постоянно оскорбляет меня». Именно в этой церкви по субботам проводились принудительные проповеди. Папа пытался обратить еврейский народ в католическую веру. Жители гетто посещали мессы, но они умышленно вставляли в уши восковые пробки, чтобы ничего не слышать. И поэтому у папы ничего не получилось. А это библейская книга. Это место для подаяний, чтобы помочь богатым семьям. Оно было сделано в XVIII веке. Здесь написано «Подаяние бедным, благородным и стыдливым семьям». Сейчас я уже нахожусь возле площади Торы Арджентина. По каждому светофор покажу вам сувениры. «Подаяние бедным, благородным и стыдливым и стыдливым и стыдливым и стыдливым и стыдливым. Я сейчас иду по Виаде Торы Арджентина. Она приведет к Пантеону». Недалеко от Пантеона, на улице Торы Арджентина, есть замечательное место, которое пользуется большим спросом у молодежи. Это вот этот бар. Записывайте адрес, чтобы не потерять место его нахождения. В этот бар всегда есть очередь. И вы обязательно постойте, чтобы попробовать потрясающе вкусный пузырьковый чай. Его можно пить как холодным, так и горячим. Ассортимент большой, и каждый из вас может выбрать все, что вам понравится. Есть просто пузырьковый чай. Есть чай с молочными пузырьками, чай с фруктовыми пузырьками. Стаканы, правда, очень большие – 500 и 700 мл. Цена за стакан пузырькового чая – от 3 до 5,5 евро. Советую и вам попробовать. Ну а насчет туалетов не беспокойтесь. Они есть в каждом баре. Улица Торре Арджентина плавно переходит в улицу Ротондо, которая приведет нас к пантеону. Художники продают картины. Я снимаю со стороны, чтобы никому не мешать. А вообще я очень люблю подходить и рассматривать картины. А вот снимать не все художники разрешают. Вот мы и у пантеона. Мощный, большой он стоит на небольшой площади Ротондо. В переводе с итальянского языка – пьяцца делла Ротондо – круглая площадь. И чтобы полностью рассмотреть пантеон, надо обойти его со всех сторон. Что мы с вами и сделаем. Я уже много раз рассказывала вам про пантеон, о том, кто и как его строил, как возводили купол, кто построил башни в виде ослиных ушек, про обелиск, про призраков, про тех, кто захоронен в пантеоне. Сегодня хочу рассказать вам о том, что площадь Ротондо некоторое время была покрыта паркетом. Да-да, паркетом. Как вы уже знаете, в пантеоне находится захоронение двух первых королей Италии – Виктора и Минуэлла II, при котором была объединена Италия, и Умберто I. В знак уважения к королевской семье муниципалитет Рима решил, что возле пантеона всегда должно быть тихо. Они наняли рабочих, чтобы площадь покрыли большим слоем опилок. Это позволило бы ослабить шум от проезжающих повозок. Но за паркетом надо было ухаживать, и его начали смазывать жиром, чтобы он не портился от непогоды. И тут полетели жалобы от граждан, которые на скользком паркете часто стали падать. Паркет пролежал где-то лет 20, а потом его убрали. И с 1950 года площадь выглядит так, как мы видим ее сегодня. Посмотрите на крыше, какой маленький человек по сравнению с пантеоном. Видите? Ребята чистят пантеон от травы, которая наросла за лето. С каждой улицы, отходящей от площади Ротонда, открывается прекрасный вид на храм всех богов. Посмотрите, какая красота! Победа и последний я прибираюсь к пьяце Ди Пьетро. Хочу рассказать вам о новом открытии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как приятно видеть этих ребят на площади. Я частенько за ними наблюдаю. Они фотографируют, мгновенно распечатывают, и как будто ваша фотография была опубликована на первой полосе римской газеты. Некоторые сами позируют, а некоторые даже не ожидают. Их догоняет милая девушка и показывает фотографию. Приятный и неожиданный сюрприз. Но я пришла сегодня сюда по другому поводу. Я хотела рассказать вам о новом открытии. Огромные колонны, которые мы видим на площади, встроенные в здание, это все, что осталось от храма Адриана, который был воздвигнут уже после смерти императора. По примеру храма Адриана мы видим, как старые постройки обретают вторую жизнь. Площадь вокруг храма Адриана называют каменной, а все потому, что здесь были найдены обломки античной постройки. С сентября 2021 года для местных жителей и гостей города открылись двери торговой палаты, где совершенно бесплатно можно посмотреть фильм о храме Адрианы и погрузиться в атмосферу Древнего Рима. 20-минутный фильм создает иллюзию полета над городом в разные эпохи, перемещая вас по улицам, дворцам и площадям. Все это время рассказчик будет сопровождать вас благодаря аудиогиду на восьми языках, в том числе и на русском. Вход бесплатный, но обязательно нужно иметь гринпасс и документ, удостоверяющий личность. Я уже была там с моими дорогими туристами. Саша, Полина, Костя, вам привет! И завтра поведу уже других гостей города. Я часто всем говорю, не проходите мимо открытых дверей, за ними может быть много интересного. Вам расскажут, откуда появился крест на одной из колонн, про обелиск на площади Монте-Читорио и многое другое. Если вы планируете поездку в Рим, обязательно зайдите сюда. Давайте еще немного прогуляемся у Пантеона, а потом пойдем дальше. Не выключайте видео, в конце будет небольшой концерт с улиц Рима. Здесь каждый день праздник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этой улице одна сторона базилики Санте-Устакью и огромные колонны, здесь были термонероны, мило увиты плющом. Рим – город фонтанов. Они находятся на многих улицах и площадях города. Эту чашу нашли в конце XX века во дворике дворца, который находится на площади. Из чаши сделали фонтан. Если я бываю на площади Навона, то мне всегда хочется показать ее вам. Большая, прекрасная барочная площадь Рима. Ведь барокко – это пышность, изящество, где-то даже вычурность и, конечно же, театральность. На площади великолепные три фонтана, два из которых были сделаны мастером Вернини. И очень приятно, что на площади много туристов. Как же мы скучали по вам! Небольшая подсказка для самостоятельных туристов. На какую бы вы улицу ни свернули с площади Навона, каждая из них будет по-своему прекрасна. Но поверьте, для того, чтобы не пропустить ничего интересного в Риме, нужен гид. Он покажет вам не только главные достопримечательности, но и душу Рима. Это моя маленькая скромная реклама. Еще издалека я услышала музыку и направилась в сторону улицы Коронари. И не ошиблась, здесь был настоящий концерт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одна из моих самых любимых джелатерий Рима находится на этой улице. Вот она. Джелатерия Дель Театро. Здесь очень вкусное мороженое. Можно купить мороженое. Можно купить мороженое и присесть на лестницу, насладиться десертом. Еще через стекло можно заглянуть в лабораторию, где делают мороженое. Сейчас сеньора чистит плоды съедобного кактуса. Значит, скоро будут готовить мороженое из этого фрукта. Здесь очень разнообразные вкусы мороженого. Вкус тыквы, вкус разных видов роз, вкус лимона с розмарином и многие другие. Вот так цветет опунция, а это плоды съедобного кактуса. Небольшая очередь в Джелатерию. Говорят, что безграничное море и высокие горы, теряющиеся в облаках, вызывают чувство высокого. Но хочется добавить, что это чувство может вызвать и бесконечность веков. И это можно ощутить только в Риме. На этом наша прогулка заканчивается. Как только запланируете поездку в Рим, пишите мне на электронную почту, и я покажу вам этот удивительный город. Ну и как всегда, до новых видео, друзья! Не забывайте ставить пальчики вверх, писать комментарии и делиться видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...